В финале против опытнейшей украинки Александры Кагут, которая один из лидеров мировой женской борьбы. Ну, скажу, что для Кати Красновой это уже не первый чемпионат Европы. Она выигрывала в 2009 году. Ну, и в прошлом году была с бронзовой наградой на чемпионате Европы. Вот сейчас ее задача выступить не хуже. Очень плотный захват. И Бедрит делает контрприем Краснова. Может положить из этого положения, хотя женщины удивительно гибки и ухитряются уйти. И соперница Красновой Турчанка, кибич Бурсу. Вот посмотрите, мужчина фактически в таком положении ложится на лопатке. А здесь еще ухитряется провести накат. Видите, как обострела Турчанка. В опасном положении была и наша девушка. Сократила разрыв в счете Турчанка до двух баллов. Юрий Голубовский, тренер сборной России, по женской борьбе секундирует. Я добавлю, что сейчас представляет Екатерина Москву. Начинала тренироваться очень талантливого тренера Валерия Ананьева. Ну вот, потом их пути разошлись. И нынешний сейчас тренер Цкаев. Мельница. И надо докрутить. Надо докрутить, добавить ножками. Ну и сама оказалась... Все на грани фола у женщины происходит. Не успевает сделать оценку Екатерина Краснова. Хотя она выигрывает этот период. И в итоге... Видите, какая ситуация. Это вот все из-за того, что удивительно гибкие тела. И даже Турчанка сумела обострить из этого положения. Из проигрышного положения смогла обострить борьбу, поставив Екатерину в опасное положение. Вот видите, сейчас развернув спиной к ковру. Сербы очень так, естественно, по-доброму относятся к представителям сборной России. К нам, к журналистам, всесторонне помогают. Поэтому спасибо большое. Если вдруг кто-то из посольских людей в Москве смотрит, передайте благодарность. Очень приятно здесь работать. Хорошо, хорошо Прокофь Тулович может бить соперницу. Отлично контратаковала Турчанка. Но балл у Красновой. И она продолжает развивать атаку. Забирает руку и ногу. Сейчас пытается развернуть лопатками к ковру. И вот очень выгодное положение. Не отпускать ручку. Четко удерживать. Тает в опасное положение. Но если не положит из этой ситуации, это будет какое-то чудо. Во всяком случае, достаточно додержать еще минутку. Туше. Ну, красиво выигрывает Катюша бронзовую награду. Конечно, не очень довольны результатом, потому что такую малость проиграла в полуфинале. Ну, и еще раз отмечу, что все-таки это не олимпийская весовая категория. И для меня необъяснимо, почему Олег Сугака, знаменитый тренер наш, российский, сейчас ранее работал с мужчиной, но сейчас работает с женской командой. Интересно, как у него получится, потому что специфика, конечно, есть. Но специалист очень большой. Для меня непонятно, почему Катя Краснова не переходит в олимпийскую категорию. То есть не поднимается выше в 55, килограммов. По ростовым данным, вполне. И, в общем-то, таким образом, оставаясь вот в неолимпийском весе, она, ну, хоронит свой талант.